Здравствуйте! В эфире «Истина» в студии Султаниеси Такаева. Поговорим о благотворительности в Крыму. Эту тему обсудим с директором благотворительной организации «Добро мира волонтеры Крыма» Валерий Петрусевич. Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте! Валерия, Ваш фонд какие основные проблемы решает? В первую очередь мы работаем с людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. То есть это помощь вещами, нам можно отдать вещи, которые Вы уже не носите на благотворительность, и мы их, соответственно, используем уже по второму, по третьему кругу, раздаем людям, которые сами не могут их приобрести. Кроме того, мы помогаем детям, которые нуждаются в срочном лечении, которые проживают на территории Республики Крым и проходят лечение на территории Российской Федерации. Все остальные проекты у нас связаны уже с оказанием гуманитарной помощи. Это программа профориентации, социализации детей, лишенных родительской опеки, то есть это детские дома и интернаты, это дома престарелых, это донорские программы. Мы стараемся помогать там, где можем. И подчеркиваем, что помогать не обязательно деньгами. Вы можете отдать каплю своей крови или старую вещь, и она для кого-то станет действительно помощью. По вашему мнению, почему люди выбирают работать в таких благотворительных фондах, и кто в вашей команде? Мы обязательно всегда подчеркиваем, что в отличие от большинства благотворительных фондов, у нас нет сотрудников, у нас только волонтеры. То есть у нас нет ни одного человека на зарплате, и даже я, как директор фонда и по совместительству бухгалтер, отдаю свою зарплату в счет развития организации. Поэтому люди могут быть уверены, что если они передают нам 100 рублей, то эти 100 рублей пойдут на лечение ребенка или на какую-то определенную целевую программу без процентов комиссии и всего остального. Команда достаточно большая, это около 300 человек, это филиалы по всему Крыму, потому что ситуации бывают абсолютно разные, и мы стараемся включиться в каждую. Государство вам помогает? Государство оказывает помощь в рамках того, что ты у него просишь. Поэтому мы стараемся быть максимально автономными. Да, у нас есть поддержка Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, согласно которой мы вместе реализовываем программу «Дом для вещей», и они помогают развозить вещи по регионам, потому что полуостров Крым достаточно большой, и благодаря вмешательству Министерства мы можем помогать 2-2,5 тысячам семей ежемесячно по всему Крыму. Это действительно большие объемы, которые мы бы не осилили собственными силами. А как вы узнаете о тех людях, которые нуждаются в помощи, или они сами к вам обращаются? На данный момент нам уже нужно только выбрать тех, кто действительно хочет помощи, потому что очень часто к нам обращаются, например, по бездомным, которые находятся на улице, и с каждым из них мы контактируем, но при этом люди не хотят, например, менять свою жизнь. То есть на фоне подобных ситуаций мы выбираем тех, кто действительно стремится изменить свой уровень, вернуться к полноценному здоровому образу жизни, и вот это наша основная необходимость и помощь. А как можно отличить мошенников? Какую схему они используют? Здесь ситуация, что большинство сборов, которые у нас происходят на улице, вот с фиолетовой палаткой мы последнее время громко освещаем, это все мошеннические сборы. То есть если ребенок все-таки получает из сборов в маршрутном транспорте или из сборов на улице, если он и получает какую-то сумму, то это не более 5-10% от всего, что соберут лжеволонтеры, которые положат это в свой карман. Поэтому, помогая данным образом, вы не принесете пользы для кого-либо. Ситуация, что лучше помогать проверенным организациям, которым вы доверяете. Таких в Крыму достаточно много. И самое главное, что любая из наших организаций, которые я знаю в Крыму, обязательно даст контакты родителей напрямую, если человек готов оказать значительную и существенную помощь и помочь лично. Вот когда часто собирают деньги, говорят, именно ваши 100 рублей могут спасти жизнь ребенку или человеку, который нуждается в помощи. Так ли это? Можно ли собрать огромную сумму? Мы живем в Республике Крыма. Соответственно, можно объективно говорить, что средняя сумма пожертвований у нас это 100, 200, 300 до 500 рублей. То есть это действительно небольшие суммы. Но тем не менее, в прошлом году наша организация смогла помочь 96 детям на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. Это действительно огромная сумма, это огромная помощь детям, которые нуждаются в срочном лечении, в срочных ситуациях. Поэтому действительно 30, 50, 80, 100 рублей, которые перечисляются регулярно, особенно если это настроен регулярный платеж, это огромная помощь для ребенка, который следующий идет в очереди на лечение. Благодаря вашему фонду можно ли кроме материальной помощи оказать еще какую-нибудь? Конечно, можно отдать нам вещи на благотворительность, можно отдать старые игрушки. Несмотря на то, что многие считают, что можно отдавать их в детские дома, детские дома в интернаты принимают только новую одежду, которая с ярлыками и сбирками, кроме приютов и отдельных реабилитационных центров. Нам можно отдать любые вещи, потому что их получают семьи в тяжелой жизненной ситуации, семьи с детьми, инвалидами, пенсионеры. Совершенно разные категории людей, которые пострадали и на данный момент находятся в критическом положении. А вы отслеживаете тех людей, которым вы уже помогли? Конечно, мы знаем историю каждого ребенка. Более того, когда к нам обращаются родители с новыми заболеваниями, мы уже знаем успешные практики, которые лечились дети с подобными диагнозами. Поэтому можем порекомендовать, помочь, оказать психологическую помощь. Это действительно получается уже такая значительная комплексная работа. Поэтому с детьми мы общаемся, а больше всего меня радует, когда люди, которым мы раньше помогали, возвращаются к нам уже в роли волонтеров для того, чтобы кому-то отдать эту дань помощи, кому-то помочь дальше. Сможете ли рассказать историю, связанную с благотворительностью, которую вы запомнили навсегда? Вы знаете, таких историй огромное количество. Одна из последних – это семья, там, где папа искал детей в течение нескольких лет. Мама увезла их, они находились далеко в районе, не вспомню город, далеко на севере России. И он искал их в течение двух лет, не мог найти. Мать приехала на территорию Республики Крым и пропала без вести. Дети оказались в детском доме. Дети находились в детском доме почти полтора года, и отец не знал, где они находятся. Благодаря нашей огласке, благодаря нашему включению, семья воссоединилась. Вот, наверное, когда я их провожала в аэропорту, когда видела счастливые глаза детей, которые оказались теперь вместе с папой, которые считали, что навсегда потеряли семью, и уже поняли, что такое детский дом, это, наверное, незабываемо. Сейчас над какими проектами вы работаете? Мы планируем, наконец-то, размораживать наши проекты по взаимодействию с домами престарелых и с интернатами, потому что по причине эпидемиологической ситуации мы не могли проводить эти комплексные занятия. В рамках профориентации и социализации детей, лишенных родительской опеки, мы проводим в детских домах Крыма различные мероприятия. Мы вывозим детей, мы учим их социализироваться в обществе и общаемся с ними в дальнейшем, когда они выпускаются. Мы работаем уже более 14 лет, и, соответственно, многие дети, сироты, которые когда-то были малышами в детском доме, сейчас мы знаем их уже семьи, у них уже свои дети, и мы с ними поддерживаем отношения. Это очень ценно для нас. Также вы напомнили о вашей программе «Донорство». Расскажите, как идет работа? На самом деле программа «Донорство» очень обширная. Многие считают, что «Донорство» — это только сдать кровь, сдать плазму, и что это может быть вредно для здоровья. По факту это не только вредно, но и полезно. А кровь одного донора спасает три жизни. На данный момент мы сделали акцент еще в одном направлении. Наше представительство, наш филиал «Десант здоровья» в «Добро мира волонтеры Крыма», они стали представителями по Республике Крым «Донорство костного мозга», «Банк доноров костного мозга». И для того, чтобы стать донором костного мозга, хотя это звучит очень страшно, на самом деле это совершенно простой анализ. То есть мы об этом информируем людей. Для того, чтобы стать донором, вы можете прийти в центр крови или в платные лаборатории, которые бесплатно проведут анализ, и просто сдать 6 мл крови из вены и заполнить достаточно большую анкету. Этого более чем достаточно для того, чтобы ваше имя внесли в реестр доноров костного мозга. Люди, которые находятся на одной территории, то есть в данном случае крымчане, россияне, они гораздо ближе друг к другу в плане генома. И поэтому, когда мы видим многомиллионные сборы заграничные на пересадку костного мозга, нужно понимать, что наша база доноров костного мозга просто слишком мала. Для того, чтобы найти донора на нашей территории. Если за границей донорство костного мозга стоит от 300 тысяч долларов, то на территории Российской Федерации это будет стоить в 10-15 раз дешевле. Поэтому каждый человек имеет возможность стать в базу доноров костного мозга и дальше уже ждать своего генетического близнеца. Это на самом деле огромная редкость. То есть вероятность того, что когда-то понадобится именно ваша помощь, она невелика. На тот момент вы сможете принять решение, можете ли вы помочь в той конкретной ситуации. Но даже если это будет ваш выбор, и вы согласитесь, в 60% случаях это просто кровь из вены, около 400 миллилитров, которые берутся. И именно это является пересадкой костного мозга. То есть никаких операций, никаких серьезных операбельных вмешательств для донора не потребуется, и это не несет опасности для его жизни. А крымчане охотно откликаются? Крымчане откликаются охотно. Люди действительно не понимают, насколько просто и насколько важную вещь можно сделать. На данный момент нам необходимо максимально наполнить базу доноров костного мозга людьми от 18 до 55 лет, для того, чтобы эта база доноров могла представлять определенную выборку для пациентов, которые нуждаются, чтобы можно было подобрать этого самого генетического близнеца, который может спасти ребенка в конкретно данный момент. А вы состоите в этой базе, ваши сотрудники? Конечно, уже три года, и когда ты становишься донором просто крови, то у тебя каждые несколько месяцев приходит сообщение на телефон, поздравляем, ваша кровь сегодня спошла чью-то жизнь. После этого, конечно, целый день, прекрасное настроение. Эти смс-ки получают все доноры. И для этого нужно просто сдать кровь или плазму, которую можно сдавать буквально каждые две недели в центре крови. Кроме того, это очень важная забота о своем здоровье, потому что, когда мы сдаем кровь каждые два месяца, мы в среднем устраиваем донорские акции для тех, кто никогда еще не сдавал, кто боится, кто не знает, как это происходит, то, соответственно, каждые два месяца ты знаешь точные данные о состоянии своего здоровья и абсолютно бесплатно получаешь результаты этих анализов, которые ты можешь взять на руки. Соответственно, ты можешь вести определенный здоровый образ жизни и поддерживать свое уже здоровье, при этом спасая чьи-то жизни. Если человек обратился к вам за помощью в последний момент, а сумма сбора большая, как вы реагируете? Совершенно разные бывают ситуации. Бывают форс-мажорные, когда действительно мы не можем отказать. У нас есть определенные ограничения, то есть, например, мы не работаем с онкозаболеваниями в формате сбора многомиллионных средств на лечение за границей. Это действительно сложные сборы, которые ведут уже крупные российские фонды, которые работают и с заграничными клиниками, которые более осведомлены. Мы придерживаемся мнения, что каждый должен заниматься своим делом. Мы разбираемся в огромном спектре различных заболеваний, которые проводят, лечение которых проводят на территории Российской Федерации. И в этом направлении мы стараемся помочь, даже если люди обращаются в последний момент. И чему мы можем научиться у других регионов России? Если честно, очень многие наши проекты как раз масштабируются на другие регионы Российской Федерации. Мы всегда, нам это приятно, мы этим гордимся. Если говорить о том, что можно перенять со стороны регионов, это огромное количество социальной рекламы, которая находится на улицах. Это как раз максимальная поддержка средств массовой информации, которые всегда приезжают на акции, включаются в помощь, освещают различные ситуации общественные. В других городах Российской Федерации люди уже привыкли быть гораздо более небезразличными. Многие сейчас ситуации, происходящие на территории Республики Крым, как раз поднимают людей для того, чтобы они могли выразить свою позицию, для того, чтобы каждый из нас мог обратить внимание. Нужно понимать, что неблагополучные семьи не появляются вдруг с семью, детьми рядом с вами. Значит, соответственно, это продолжается в течение многих лет. Это домашнее насилие, которое рядом, это издевательство над одним ребенком. И, соответственно, в таких ситуациях помочь гораздо проще. Вовремя заметить сложную ситуацию, которая происходит рядом, это поможет кому-то спасти жизнь. А вот другие страны, принимаете ли их опыт? Может, есть передовые страны, где благотворительность развита? Ну, к примеру, у нас есть контейнеры «Дом для вещей», которые можно отдать вещи на благотворительность. Для этого не нужно, чтобы волонтер постоянно дежурил. Это представляет собой большие контейнеры возле торговых центров, куда можно просто прийти в торговый центр гулять, положить пакетик с вещами и, соответственно, таким образом помочь людям. Вот примеры подобных контейнеров мы посмотрели фактически во всех, наверное, странах мира, где они установлены. Но в результате сделали свой особый вариант, изобрели свой велосипед, который подходит с учетом нашей, например, антивандальности, потому что за границей меньше воруют вещи, которые отдают на благотворительность. Поэтому у каждого своя специфика. Есть огромное количество положительных практик, которые у нас еще не очень развиты. К примеру, собирать пластик, отдавать его на переработку и при этом собирать средства на благотворительность. У нас это мало развито, но я уверена, что рано или поздно мы к этому придем. А как ваша жизнь изменилась после того, как вы связали свою работу с благотворительностью? Наверное, об этом сложно говорить. Здесь больше... Это, наверное, субъективный какой-то момент. То есть гораздо глубже и тоньше ты воспринимаешь какие-то вещи, а какие-то, наоборот, можешь абстрагироваться. Это основной акцент, на который мы делаем, о котором мы говорим с волонтерами. То есть если у тебя есть возможность помочь, тебе нужно сохранять трезвую, холодную голову для того, чтобы увидеть все возможные варианты оказания помощи. И если в этот момент утонуть в эмоциях, в жалости, в грусти, в сострадании, то ты сможешь сделать гораздо меньше. Поэтому сохранять вот эту трезвость рассудка очень важно. Спасибо за беседу. А это была Истина. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok